Всем доброго утра. Мишка у нас уже ушел, походу, подстригаться. Так, мы на стоянке скорость. Вчера ребята подошли с охраны. Димка, Серега. Так и так. Здорово. Я говорю, здорово, здорово, ребята. Удали нам эти штучки на блинчики. Вы подорожные сети здесь. Барсика увозить будут, оказывается. Сегодня приедет первый канал. И будут Барсика нашего увозить куда-то. Хорошо, посмотрим. Я тоже собираюсь, застилаюсь и все. И пойду тоже, короче, схожу, покушаю и посмотрим, что будет вам будет. И сегодня с представителем стоянки скорость встретимся. Потому что у них, получается, с открытием платки люди, кто навигатор показывает, они уходят раньше скорости. То есть нужно будет показать, что можно, короче, на скорость заезжать. И тут же съезжать снова на платку. Ну, то есть мы еще поговорим, я не знаю. Это ребята мне сказали. Сейчас представитель подойдет и скажет, что и как. Поможем. Поможем станке скорости. Под феном, короче, спать это непонятная погода. Вот сейчас тепло вроде. У меня финн включен. Ладно. Подъем. А, ты оператором побудешь? Чел на тебя, Наташка. На, оператором побудешь. Встретились с представителем. Ты в курсе, Барсика сегодня увозят? Серьезно? Да. Как увозят? Ты на себя снимаешь? Да, да, да. Ты как снимаешь? Ставьте нам бокс у тебя, что? Он же включил? Да. Барсика сегодня увозят. Маленькую клетку привезли. А куда увозят? К девочке Барсику. То есть такая же девочка будет Барсик. Он наконец-то шпилиться будет. Сомещать, короче. Короче, набираем фото. Колян, Баряну привет передай. Баряну привет. Он там сейчас Брянский убирает. Ты на чем? Я на Вольве, на проводе. Бля, один на Вольве, один на Скани, один я на КамАЗе. Я уже сфоткал тебя, но КамАЗ думаю, отравлю кореша вам. Подписан так постоянно смотрит. Вода, кстати, вкусная здесь. Это не реклама. Реально она мне нравится. Я предпочитаю это, в области. Ты как раз догонял в сторону Карелии. Как-то, наверное, может, месяцов назад. Как звучит в сторону Карелии? Ого-го! Вот там водичка чистая. Как Карелия? Вот там водичка чистая. Так, и тут посмотри. Она вкусная. Я бы сейчас выпил прям всю пятерку. Давай сам привет Баряну. Барян, привет тебе. Я вот Голяна встретил на скорости. Поэтому, я думаю, ты будешь доволен очень. А на скорость как заехал? Ты миновал платку, получается? Ну, я, да, мимо платки уже скачу сейчас. Ну, она там дальше 20 километров. На 107-й, на 108-й. Да. Ой, да. Мы тоже сюда заехали. А я смотрю, это, ты пошел, думаю, траток. Вот два команда стоят. А я сейчас из-за блинчиков. Тебе дали блинчики? Я сейчас кашки. А, ты либо кашку, либо блинчики. Я сейчас кашки. Я так мимо, это ты, видишь, ночевал. Да. Оп, пошли. Для Барсика клетку привезли. Будут увозить. Мы все подкрепились. Я водички набрал. Бросик взял вот такой. Водичка есть, но морсика захотелось. Попил какао утром. Съел мясо. Немного. И все. Нужно ехать. В принципе, отдохнувшие. Сейчас еще это все уберу. Мыльно-блинное и все. По кабине ходишь, ходишь. Туда и сюда. Добро за Михаил. Все равно поехали. Не успеем тигру поснимать. Ехать надо. Представитель Иван был. Поговорили по поводу дороги. Он говорит, асфальт положить не получится. Его смоют. Какой-то грунт. Неправильно вообще изначально было все здесь. Плиты, говорит, перекладываем постоянно. Ну, минимум, какие-то проваливаются. Все уходят. Все, счастливые дороги. Меньший рост у нас лежит. Не бля, мы дождевики же купили. Он говорит, надо еще сапоги купить. Я говорю, но... Ну, что-то типа расшториваться. Вот только поговорил. Он говорит, можно было в лес сходить. За грибами. И я говорю, ты что, в кабине грибы будешь жарить? Он говорит, да нет. Отдать потом какой-нибудь белке. И я говорю, а она же тебе не ежик, блядь. А хотя белка ест грибы или нет? Да белки и хуй довезешь до той, которая в колесе крутится. Короче, едем, смеемся с утра. Это плохой признак. С утра нужно быть на серьезе. Мы, блядь, рожем, как всегда. Заезжаем на скучную платку. Осталось, скажем, это в 10, наверное. Вот она, платочка. Скучнейшая. Пока ловит интернет. 50 километров будет ловить. А потом что-то включу. Флешку уже подготовил. Wi-Fi, который я раздаю. Я уж с ней еще не посмотрю. Хотя ничего нового нет. Что-то буду пересматривать. Не знаю. Смотрим. Как пересматривать? Переслушивать, имеется в виду. Так глазом смотришь. Ну вот так вот, допустим, из-за руля. Едешь. И пока вы им зрением видно. Начинает как-то непонятно. Что? Ну вот, партизм, это подписчик. Он уже банки. Ну, он про энергетика подогнал. И самогонку. Сейчас, пяти секунды, видишь. Нам утром самогонку и два энергетика подогнали. Вот ровная дорога начинает его подшивыривать. То есть, у нас подходит пробег тридцать одна, четыреста девяносто одна. То есть, ну, тридцать одна с половиной тысячи. С какого-то ролика, я там, по-моему, два ролика назад, наверное, по поводу Денискиного КамАЗа. Тридцать пять тысячи, уже рисунка бокового нет. То есть, схавало, ну, вот так вот, наверное, резины. Вопрос, блядь, возникает. Когда его изобрели, сделали тесты там какие-то, видимо, прокатились они на нем, блядь, вот, ну, с этим дефектом. Кто мог подписать, блядь, бумагу о том, что эта машина сделана так, как нужно, и ее можно выпускать на дороге общего пользования? Вопрос, кто, блядь? В таких случаях, как делают производители крупные, да, видя, что у них дефект в машине, отзывают машины, которые они продали. Идет отзыв, устраняют неисправность, вот это вот, допустим, дефект, и отдают обратно, бесплатно. Я уже слышал такое не раз, что BMW, Camry отзывали, за какие-то там дефекты переделывали что-то, там, рейки рулевые у кого-то там какие-то. Ну, я к примеру привожу, и отдавали обратно. Ну, это пиздец, колеса стираются, это небезопасно. Сейчас мы их будем перебортовывать, то есть, с места на место. На месте, то есть, вот так перебортовывать, чтобы у нас второй край хавала, чтобы можно было еще поездить. Представьте, вы частник, покупаете КамАЗ. Ну, по выгодной там хуйне, по какой-то, купил я себе КамАЗ. Лично, да? Я отъездил на нем 35 тысяч, и пизда, у меня резине пизда, то есть, передние колеса стоят, ну, группа, по тридцатке. 60 тысяч я должен отдать, помимо того, что поменять в нем масло, фильтра и всю хрень. Плюс 60 тысяч я должен отдавать каждые 35 тысяч, вот из-за того, что у меня их жрет. Как, блядь? Я понимаю время, которое деревянные колеса были, тележки делали, первые автомобили, там несоосность какая-то, хрен с ним допустимо, потому что опыта у людей не было. Ну, мы-то живем в каком году, 2019 год, у нас новый автомобиль с салона, с завода КамАЗ выезжает, на котором жрет резину, и руль, сука, криво стоит. Приходится самим заезжать, выравнивать руль, шприцевать, блядь, шкварня, потому что они клинят, блядь, сновья. И нахуй делось хождение, которое хуй толку не помогает. Это, я не знаю, как это, блядь, они в песке, видимо, делают, как, формочку, как мы свинец плавили в детстве. В песке примерно делают формочку, нагревают металл, выливают, блядь, примерно там дырки делают, все похоже на балку, втыкайте, блядь. Ну, как это можно, я не знаю, я всю дорогу вот им рулю, я, я пытаюсь себя успокаивать, я привык, да, подруливать, подруливать, да, все, кто работает на КамАЗах, все знают про эту, про эту проблему. Вот я по платке иду, по ровной дороге, на которой нужно, блядь, носу ковыряться и вот так ехать. Нет его, блядь, всю дорогу, вот, всю дорогу за ним. Это просто пиздец. Да, еще когда дождь идет, там нихуя нет под обшивкой. Там один металл, сто процентов. Ладно, я еще вот эту постелил штуку, так потише стало немножко. Ой, блядь, да все уже, сейчас я жду 35 тысяч и будем загонять, ну, 40, наверное, еще откатаемся и будем перебортовывать. Пиздец. А у вас асфальт другой, какой? Он у вас шершавый, нахуй, у нас там нормально все, по заводу ездим, ничего не трется. Пиздец. В общем, вот такая вот фигня. Ладно, едем дальше. Наслаждаемся ездой. Управлением КамАЗа ни хуя не вижу. Вроде можно. Миларин, привет. Контейнеровозы. Миларин организация, крупная организация. Вот эта земля была не так, кстати, закидываю. Почему бы вот эту сторону закидываю? Ну, это ничего. У меня на поле так же вся закидывалась. Низенькая, потому что была. Счастливой дороги. Успокаивайся, Николай. Не психуй. Да просто, блядь, ну это, блядь, блядь. Машина, блядь. Готовый Мерседес собрать не можем. Пусть и буйкат сделал. Согласен. Пусть и буйкат сделал. Ка-па. 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 С presи. 2 часа дня, подходит к завершению наша платка. Ладно, наткнулся я на какой-то фильм русский или смотрю там трехчасовой ничего такого вроде интересного ну что еще все нормально, нас ждут там мы какую-то там пленку еще везем упаковочную и будем погружаться нужно приезжать как бы уже заметили мы, что после рабочего дня, потому что в больших вот таких вот компашках, типа как лента дикси, ну вот большие склады днем работают маленькие машинки, развозят, привозят там а ночью уже как бы берутся за нас, ну конечно с ним нас тоже выгружают ну с таким периодом большим бумаги подписывают в час-полтора а ночью все, быстренько и завтра на заплёску съезжаем из платки тут крутиться, крутиться что-то надо вниз, вверх, в обратную сторону куда-то, непонятно ну почти, скоро доделают то есть до када нам в принципе не надо будет на кад нам здесь съезжать слава розовый слава слава проходим транспорт у меня не прилепленный вот так вот висит как он называется правильно на треугольничке на треугольничке как-то слишком отпускается и сразу срабатывает все лучше я не лёжу на секрет что-то прилеплю что-то 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 ахахах я всегда получаю чего хочу хочу и тебя так все остальные что там заглянили что-ли что-то новый он заглянул что это это самогон наверное я скажу себя оставь он говорит нет принесу чтобы она меня не смущала все мы на выброске сейчас понюхаем что за самогонка чачу домашнюю самогонку как будто по роликам видно что я алкоголь тьфу бля я пакетик только по мусору уже использовал ничего страшного у меня плотные красно-беловские я короче второй раз уже палюсь на видосе как будто по мне видно что я алкоголик и такое еще ух ты а ты ее нюхал? нет вообще обалдеть пахнет спасибо огромное продегустрируем дождемся Димку потому что хрен знает не встанем потом все завернули ничего не капает спасибо за подгон где-то еще чача есть чача тоже прикольная понюхал такая прикольная сейчас покрою ее дня два назад подарили чачу вот это у меня чача но тоже по моему бутылка да бутылку просто разлита потому что чача домашняя она вообще как-то вкусно 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 так пахнет два подгонщика спасибо спасибо хочу протереть пыль сейчас я все буду протирать потому что она вот какой-то вот в таком непонятно почему я сейчас займусь всю машину порту короче туда стекло залезло я ее закрыл видимо на заправке купил себе сосиску с этим с кофем и бегу быстрее думаю что пистолет не отключился отсюда открыл дверь и вот так вот у меня блин сейчас я буду шить ребята это то все фигня теперь нужно вот это вот в это попасть да швия то с меня конечно миша но он и попасть не могу тут дырки маленькие миша но он и попасть не могу тут дырки маленькие я тебе отвечаю она маленькая они все одинаковые они все одинаковые их то штукой они все одинаковые да это нереально не а это нереально что миша попади мне я тебе кумла вообще да это я не вернусь не ну я их я их с героев облизывал И оторвал Мишки новым местом, а тут. Они все одинаковые тут. Что? Дать очки? Миша, нам не попасть. Ладно, грубая. 15 минут. Они все одинаковые, посмотри. Валя. Все. Вот на. Да все, все. Попал? Да это нитка такая. Так нитки, они все одинаковые там. Ты долго смотришь уже все. Так у меня в очках уже хренела. Сейчас сяду живой. Иголку-то мне Миша вдел. Но нитки-то надо было, Коля, красные. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И что я черными буду шить? Не повезет моей жене. Ладно. Шью черными ни о чем будет вообще. Бля. Вот, Жень, Коля. Вот. Готово? Но это все равно намекает о том, что Коля нужно покупать новые шторы. Я вот так вот сделал точками. То есть там захват побольше. Ладно. Купим новые шторы. Все. Все висит. Тут я обычно дверь вообще не открываю. Но она у меня залезла. Я думаю, ну и ладно. Потом выровняю. А оказалось, что я открываю вместе с ней. Ну ничего страшного. Ладно. Смотрим телевизор. Мы на выгрузке. Сейчас бумажки сду.